всем привет дорогие друзья мы начинаем нашу замечательную прекрасную великолепную программу диван вопросов от родителей и с вами как всегда ваш несметный потрясающий очень скромный ведущий никит никитин и сегодня у нас в гостях потрясающий год века привет никита века дульцева правильно да вся века дульцева расскажи представьте пожалуйста сколько тебе лет откуда ты как ты и куда ты да меня зовут века мне 19 лет я живу всю жизнь санкт-петербурге родилась здесь хожу в церковь миссия благая весть собственно вот там с детства и мои родители познакомились церкви и поэтому я двер от корней я думаю что мое направление это евангелизация вот это уличная не уличная евангелизация личная группа я очень любит общаться с людьми вот и иногда конечно бывает разной ситуации но в общем в целом мне очень нравится пляция получает в реально удовольствие какое-то когда я могу что-то дать человеку да пообщаться с ним что-то вложить него может быть и ну как бы он не может что-то рассказать поделиться чем-то и это очень здорово когда ну разговор идет идет а потом ты ну я могу что-нибудь ну сказать о блоге дай рассказать ему и может даже человек покаяться было ли тебе интересен мир уходила ли ты из церкви за все время пока ну или как-то сама для себя как-то не принимала были вопросы какие-то сложный период ну сложный период не могу его назвать сложным наверное ты просто был период таких очень больших вопросов и глобальных ну можно сказать что он недавно был вот и я нашла ответы на вопросы свои которые меня интересовали вот а насчет того что там уходил илье в мир не могу сказать потому что ну я детство в церкви потом я училась христианской школе вот потом я училась на домашнем обучении и только в 11 класс я пошла в школу вот такое тоже бывает вот и конечно в 11 классе ну и не скажу что было там сложно как-то но честно у меня был какой-то такой у нас был маленький класс достаточно так получилось и ну там даже особо как-то не очень и все сообщались друг с другом вот ну ческими общалась там с девочками например то мы часто говорили и ну на христианские темы тоже я еще не до конца понимала как это делать может сказать чтобы это было красиво да ну вот чтобы рассказать об иисусе так чтобы до человека дошло чтобы он такой точно это истина все бог один нет другого поэтому не могу сказать что там мы этноклассники пришли в церковь или ну как-то покаялись да но все равно веришь и то что ну я делаю таблики это семена ну и это что-то все она принесла в жизнь а сейчас ты занимаешься служением евангелизации можно сказать в разных направлениях в разных движениях даже в моем поколении и занимаюсь моим поколением и также служение такое может быть стайгер слышали о таком мы делаем уличные евангелизации вот питере межцерковный то есть там участвуют люди из разных церквей и это очень здорово очень круто реально ведь когда церкви люди даже из разных церквей объединяются там нам и молодежные пасторы присоединяются благовествовать проповедовать на улицах и мы реально видели людей которые каялись принимали иисуса которые там исцелялись переживали духа святого поэтому ну это очень действительно вдохновляет и зажигает когда ты видишь свою веру вот на деле можно так сказать это ну то есть был у тебя была личная встреча у меня была личная встреча с богом расскажи как это было как происходил первый момент переживания хорошо фас потому что я не помню первую именно первую встречу ну то есть я не это такого что вот эта точка чего-то вот у меня просто ну может сказать было очень много глубоких переживаний могу рассказать о крещении святым духом да это когда ну в некоторых конфессиях на говорят на их языках вот и изначально это было дома за меня вы молилась то мамы родители и как будто у меня есть мама еще родители и это было и не знаю мне может быть лет семь было ну я была маленькая тогда и ну родители таки мама за меня молилась и говорит ну давай говори говори и я такая что ты вроде сказала сама не поняла что это было как-то это было очень непонятно там что-то испугалась и такая ладно все пойду спать непонятно и чё-то у них чё-то там свои какие-то штуки а потом лет в 11 был летний патруль летний нет детский лагерь был от церкви христианские когда поехала и там был такой вечер хвы поклонение такое очень слезоточивый когда нужно разъяснить когда очень сильное присутствие бога ощущалось и я почувствовала что хочу ну вот молиться и я не понимала что это происходит но там еще две девочки были мне захотелось них молиться я начинаю молиться вроде на русском языке а потом стала говорить как-то других что-то такое говорю говорю я понимаю что мне не остановиться понимаешь что меня не остановиться и продолжая продолжая продолжаю думаю вот это да ну это очень здорово сказал про своих родителей они и так понимаю верующие были ли у тебя какие-нибудь конфликты недопонимание ну как то какие-то особенности воспитания расскажи про это ну безусловно мне кажется в любой семье есть какие-то недопонимания вопросы конфликты вот наверное такой самый интересный может быть момент был это в отношениях с мамой вот когда очень много было каких-то недопониманий может ссор несмотря на все это ну бог им реально делать работу и когда ну делаешь первый шаг навстречу гриш хорошо господь я хочу налаживать отношения то ну бог начинает работать может быть постепенно по чуть-чуть как-то ну сначала даже незаметно и непонятно вообще что происходит но в конце концов но я могу сказать что именно мое внутреннее примирение с мамой оно произошло у тебя родители все-таки ты говорил про отношения с мамой какой принцип тебе родители передали которые ты считаешь важный важный я думаю что это отношение с богом это ежедневная молитва потому что на самого детства мы молились то есть родительность включали перед снова молиться и это реально очень помогло сейчас потому что как и тогда у меня были может сказать какие-то тоже переживания до 1 молитвам и это было очень забавно мы шли спала после церкви он говорит ну вот хочешь давай помолимся и ты ну посмотрим что произойдет вот я была маленькая мне было может быть котика 34 вот так как-то запомнил а мне рассказывали потом я не запомнила и мне я не знаю почему но я помолилась бог дай мне пожалуйста я хочу вот сок и печеньки вот такая история и ну это была такая первая молитва моя маленькая но тем не менее потом папа рассказывает что мама приходит домой вот а мама ехала с работы я что-то так хотелось что-то перекусить она ну не знала что она и хотелось нам купила печенье и сок и на ну типа кушала пока ехала но не закончила это осталось и она приходит домой вытаскивает сок печенье и папа смотрю такой просто квадратными глазами а вот поэтому да это наверное ну хороший пример того как работает молитва и ну это вдохновляет кто для себя бог друг это тот наверное чем присутствие всегда можно быть самой собой ну то есть вот ну вообще без каких-то масок ограничений ну я знаю что бог он поможет сто процентов знаешь что бог не подведет вот это сильные слова тебе было когда-то стыдно за то что ты христианка но иногда бывает такое что ты понимаешь например ну вот я понимала да в какой-то ситуации что ну вот сейчас на них тему будет об этом сказать но вообще вот а поскольку моя жизнь по большей части связаны с церковью с богом с христианством с именно христианской школы друзьями церковью то ну этот факт очень сложно как это ну даже не то что там скрыть ну я старалась это не скрывать но понимаю что в какой-то ситуации ну будет но не в тему сказать об этом это не о том что я не люблю проповедовать это не о том просто ну вот ну бывает такое что мне даже хочется сказать что-то типа там все с тебя любит но вот я понимаю что ну не та ситуация ну вот типа сейчас это может быть как-то не так воспринято вот поэтому да иногда бывает это правильно нужно как бы по течению духа как бы по ситуации действовать они просто там шаблони чувствуешь на твой самый важный жизненный урок который ты получила и хочешь вот прям сейчас передать на камеру зрителям бог тебя любит вот чтобы не случилось какая бы ситуация плохая хорошая стрёмная не стрёмная ловкая неловко не случилось абсолютно бог все равно тебя любит потому что бог есть любовь и вот чтобы именно с тобой не случилось бог все равно будет тебя любить и это наверное мысль которая держит он поддерживает даже меня в очень трудных ситуациях каких-то очень простых ситуациях просто каждый день когда я думаю об этом это как-то так вдохновляет ну и понимаешь что вот и то есть та благодать то есть как бы вот не накосячишь то вот здесь таки момент когда ты осознанно косячишь понимаешь что бог тебя любит знаешь есть такое течение даже людей которые под благодатью такие нас я под благодатью значит можно косять ты один из этих людей нет я не один из этих людей но безусловно бывают ситуации когда ну я понимаю что ну может быть вот правильно поступить вот так возьмем такой пример меня как-то там что-то просили сделать тоже по дому да я только думал часто закончу потом то 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 пятое десятое все и например вот а мне звонят там мама или тетя моя она тоже иногда оставалась нами спрошу ты сделала это я понимаю что это еще не сделала но как бы меня просили но я хочу это сделать я такая вот это да вот но ну как бы и но потом все равно то есть я понимаю что наверное хорошо да сказать сейчас что это сделать чтобы она была спокойная но я же все это потом сделаю это все равно внутри так типа не очень неприятно вот ну и в итоге все равно приходится говорить ну вот да там обманула тебя сказала неправду что на самом деле я этого еще не сделал ну еще на потом говорила честно как есть у нас сейчас рубрика цитаты из цитатника или цитаты из книги притч ты можешь определить класс мудрые люди обдумывают свои мысли глупые провозглашают их очень очень похоже на книги притч мне кажется что но это похоже но это генриф гейн и истина ничуть не страдает от того что кто-то ее не признает мне кажется что нет что нет что это не притча что это не дядя целомон хорошая жена мужу венец а срамящая мужа что гниль в кости хорошее местописание да это она ладно легко обмануть глаз но трудно обмануть сердце мимо что не думаю что это написано библии верно слове слова сказанное уместно подобно золотым яблоком в оправе серебра уместное слово для книги притч это верный ответ века какой нибудь жизненный мотивационный спич напоследок нашим дорогим зрителям хочу сказать вам что все будет хорошо аминь дорогие друзья с нами была века века спасибо тебе за то что принимала участие в программе с вами был никита никитин ваш любимый ведущий всем пока савтик все пока